Девушки отдыхают Скажите, насколько вам интересно сотрудничество в данной области У нас достаточно жесткие бои, они достаточно кровавые Это даже, как я сказал, кровавый спорт Вы сами видели, сегодня каждый бой происходил с такими серьезными рассечениями, серьезными травмами Я думаю, что даже не всегда профессиональные боксерские поединки Либо какие-то еще проходят с такими травмами То есть не тяжело ли девушке, такой прекрасной женщине, присутствовать на таком жестком и на самом деле кровавом поединке? Нет, мне не тяжело, потому что я занимаюсь пиаром боев больше пяти лет Поэтому бои это моя самая любимая тема, мне очень нравится И я думаю, что вот отсутствие техники, базы и опыта Эти бойцы компенсируют огромным желанием драться Очень интересно смотреть, потому что очень такая атмосфера Видно, что люди пришли сюда именно подраться Они не просто выходят на ринг и делают свою работу Они их и так победили А вот скажите мне, как профессионал Вы видите кого-нибудь из этих данных бойцов? Например, сегодняшнего вечера, финалистов В качестве профессионального бойца, не знаю, там ММ1, там МИМ, там еще какого-либо стиля Как вам? Все-таки есть же достаточно серьезно подготовленные ребята сегодня присутствуют? Ну, есть, да То есть я думаю, конечно же, для того, чтобы выступать на профессиональном уровне Им нужно будет тренироваться очень долго Но, в принципе, все возможно И если у кого-то стоит цель такая, я желаю им удачи Спасибо вам большое Миша, скажи пару слов нашим зрителям, которые видели твой достаточно яркий и жесткий бой в прямом эфире Ну, честно говоря, ярким, особо жестким боем это не назвать Но я могу сказать, что я стараюсь, по крайней мере Ну, что могу сказать Спасибо, что смотрели, болели за меня Миша, а вот скажи мне с точки зрения твоего видения данного боя, который мы сейчас все видели В чем недоработка? Ты не до конца выполнил какую-то свою стратегию, установку тренера Или Алексей тебя переиграл, поймал в какую-то там ловушку Все-таки вот эти лоу-кики, ты как-то их не парировал, не ловил И в итоге все-таки он добился своей цели Почему ты оставался безучастным, не блокировал удары именно в эти лоу-кики, не переходил ни в контратаку То есть вводил нас в недоумение в такое небольшое Ну, я могу сказать, что с Алексеем мы, как бы, уже знакомы не первый день И он, как бы, видел, знает, как я веду себя на ринге И знает, что я не блокирую лоу-кики Ну, вот, как бы, не имею, по крайней мере, пока такого опыта И он сначала проверил, а потом решил на этом сыграть И поздравляю, у него это получилось, молодец То есть ты хочешь сказать, что он, его разведка отработала лучше Он был осведомлен, да, о твоих слабых сторонах и на этом сыграл То есть он выиграл за счет такой хорошей глубинной разведки Зная о том, что ты не держишь лоу-кики Так получается? Ну, и за счет опыта своего Я могу сказать про него, что он достаточно серьезный, сильный соперник И тоже, как бы, опять же, сюда же все добавить Это не они сильные, это мы слабые Будем тренироваться, набираться опыта Слушай, очень достойный ответ Всегда рады тебя видеть в ринге, на других любых соревнованиях И от лица учрителей Стрелки Желаем тебе удачи вообще во всем, во всем, во всем Благодарю, благодарю Меня зовут Алексей Прокофьев, спортивный клуб Action Force Алексей, расскажите о том, что сюда привело вас на наш турнир Стрелка Ну, так как сам представитель мира смешанных и не на борт Сам профессиональный спортсмен, вице-президент клуба Да, организуем турниры мы по греблингу, по ММА Ну, новый New Order Fighting Championship И хотел посмотреть формат турнира, потому что В принципе, вживую на Стрелке еще ни разу не был Но много слышал, обсуждаем его в интернете очень Летом собирался прийти, но не дошел Вот сегодня попробовал, пришел, было отлично, мне кажется Очень антураж, такое интересное заведение, то есть тяжело найти На заброшенном заводе так холодно было, пока пришел Мне нравится Алексей, расскажите, вот поделитесь с нашими зрителями своими оценками, вот форматом Вот всем, 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 вы как профессионал хотелось бы слышать вашу точку зрения Именно с профессиональной стороны, понимаете? Формат, я думаю, именно исходя из того, что до победы идет, до полной поединок Я думаю, это очень интересный, даже сидя, честно говоря, когда услышал правила Я не знал, что такое формат Я подумал, что в принципе, да, в профессиональном спорте это было бы очень хорошо применить Потому что сделать какой-то именно кубок такой, да Когда люди бьются до конца, до полной сдачи, чтобы не было никаких решений Потому что в мире ММА, и в частности, вот у меня, да, совсем недавно был инцидент такой Который, когда мы в Ростове, по-моему, это, как называется, тупо слили нашего спортсмена, да То есть исходя из того, что судейского решения, которое мне показалось не совсем правильным Потому что, ну, не выходило из формата международных оценок ММА Мне кажется, в таком формате тут уже нету, то есть человек сдался, да От того, что не может продолжать, либо удушающий, либо болевой, либо какой-нибудь там нокаут, либо ТКО какой-нибудь Поэтому, думаю, очень интересный Сам, конечно, то есть бойцы еще не совсем профессиональные То есть физической точки зрения больше на кураже идут, да И больше на эмоциях на своих Но я думаю, что у них есть будущее, если они, главное, идут И у тех, кто развивает этот вид, да, и развивает эту стрелку Я думаю, в принципе, и теперь мне понравилось, на самом деле Особенно вот некоторые бои очень сильно понравились Алексей, а скажите, пожалуйста, а вы, как вот президентом, могли бы предоставить, выставить своих бойцов, ну, какой-то там, несколько ребят поучаствовать? Есть ли у вас желающие? Да, да, конечно, есть желающие Я думаю, в следующий раз мы обязательно это сделаем Просто тут, как бы, я думаю, что в профессиональном спорте все очень сложно у нас в стране, да То есть профессиональные спортсмены должны жить за счет профессионального спорта ММА у нас, к сожалению, не на таком еще уровне, да, когда люди могут жить именно этим Если, как бы, организаторы турнира найдут бюджет, мы с удовольствием выступим бойцов Либо там какую-то молодежь выставим, чтобы она пробовала свои силы То есть, я думаю, это очень интересно То есть, вы считаете данную перспективу боев реальной? Вполне, да, люди, если, насколько я слышал там в начале, что 5000 людей онлайн смотрят, да Если они смотрят онлайн 5000 платно, это круто для России, я точно знаю Потому что я, в принципе, да, сам организуем турниры, мы делаем онлайн-трансляцию И даже бесплатная трансляция, если там 5000 смотрят Это очень хорошо, а если онлайн смотрят платно, то это всегда деньги Это бюджет, который можно тратить на новые турниры, на новые проекты Спасибо вам большое, Алексей, на добром слове И мы всегда будем рады видеть вас на наших турнирах «Стрелка» Да, я с удовольствием передаю еще раз спасибо вам большое До свидания До свидания О чем ты хочешь рассказать сейчас нашим зрителям? Потому что мы видели всю эту схватку, эту кровь, это напряжение, этот адреналин Поделись впечатлениями и переживаниями На самом деле рассчитывал раньше бой закончить Просто недостаток занятий, приходится и работать, и тренироваться Поэтому так, ну, могу еще сказать, соперник достойный Как бы было тяжело, но, ну, то тяжело и интересно Я как бы сегодня в такой эйфории Мне очень приятно было сегодня здесь поучаствовать в этом турнире Огромное спасибо тренеру Интересно проводить поединки без ограничения по времени Вот для тебя, как для бойца То есть насколько это разниться с твоим родным стилем То есть здесь же нет ограничения по времени Ты обратил внимание Насколько для тебя это усложнило задачу сам поединок, проведение боя? У меня задача, когда я, ну, выхожу, я здесь Я участвую второй раз, и когда я выхожу, я знаю, что до конца Или проиграю, или меня как бы просто, не знаю Врачи будут откачивать, или что То есть я так рассчитываю Это тренер наш, Джордж Нунга Тренируемся в клубе Сунау Джордж Нунга наш тренер Тоже наш, ну, вместе выступали вообще Алексей, ой, Георгий Георгий, прошу прощения Я хочу сказать вам большое спасибо от лица всех здесь присутствующих Учредителей всех Бой был очень зрелищный, красив Вы показали стойкость, именно мужественность и характер Именно свой характер Я думаю, что вы многим что-то доказали И доказали самому себе И, в принципе, от лица учредителей я желаю вам удачи И всего-всего самого наилучшего в новом году Спасибо, снег тоже с наступающим Спасибо И, уважаемые дамы и господа Наш участник, финалист Тоже представьте, пожалуйста Дмитрий Закусил, Дмитрий Попробующий Зак Да Расскажи, пожалуйста, о сегодняшнем бою Насколько он был для тебя трудным Насколько он был тяжелым Готов ты был к такому повороту событий Развитию данного боя Или нет, для тебя что-то явилось неожиданностью Очень быстро бой закончился Я долго ничего не успел понять, почувствовать Не успел выложить Так, в принципе, противник достойный Спасибо ему за хороший бой Будем работать над собой То есть ты будешь еще готовиться И, я надеюсь, мы снова тебя увидим, да В каких-либо боях То есть для тебя это как очередной просто опыт Ты получил какой-то опыт, да Поучаствовал в соревнованиях И мы желаем нашему участнику Заку Удачи и всех успехов в новом году Спасибо большое Взаимно Взаимно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому